Всем любознательным привет! Сегодня расскажу вам о том, что IT все возрасты покорны, маргарине из мучных червей, который вот-вот появится на прилавках магазинов и в двухтысячелетнем чиновнике, который даже после смерти не расстался со своей профессией. Подробности далее. В Казанском федеральном университете разработана концепция первой в России образовательной онлайн-платформы для непрерывного повышения IT-грамотности населения страны и подготовки кадров области информационных технологий. Онлайн-платформа объединила в единую систему курсы для IT-профессионалов и курсы IT-грамотности для остальных групп населения семи возрастных ступеней от 4 лет до 60 и более. Интересно, что проводниками IT-грамотности в школьной среде станут студенты КФУ, в основном будущие учителя информатики. Для реализации этой идеи с сентября в Казанском университете начнет работу Центр студенческих инициатив в области повышения IT-грамотности населения. Он объединит студентов высшей школы ИТИС и в МИД-института физики филиалов КФУ в Набережных Челнах и в Елабуге. Человечество употребляет насекомых в пище уже довольно давно. В некоторых странах их почитают за деликатес. Ученые обратили на это внимание и активно работают над тем, чтобы создать пищевые жиры на основе мучных червей. Исследователи Звагененгенского университета экспериментируют с тем, чтобы превратить насекомое в источник питательного, похожего на маргарин продукта. Вещество желтого цвета имеет мягкий, слегка травянистый запах и по энергетической ценности аналогично смеси, состоящей из равных частей соевого и рапсового масел. А вот трансжиров в нем нет, как нет и полезных омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые содержат другие масла. Основное преимущество заключается в том, что мучные черви легко культивируются и являются устойчивым источником продукта. Петербургские археологи нашли на Тамане могилу античного чиновника и получили новые данные о жизни обитателей Боспорского царства в эпоху античности и средневековья. В одном из исследованных захоронений были найдены тела 10 человек, вероятно родственников. Среди предметов, которые находились в могилах, имелся нервный сосуд с клеймом городских чиновников. Возможно, кто-то из членов захороненной семьи мог служить чиновникам, ответственным за развес зерна или вина. Подобные сосуды встречались в городах, где велась торговля и отгружались товары для поставок в другие пункты. Но для сельских поселений такая находка большая редкость, как и присутствие чиновника, который занимался развесом, отмериванием продукции непосредственно на месте ее производства. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока-пока.